Модель XYZ это самая старая из используемых моделей. Используемых это тоже весьма условно, поскольку ее нельзя выбрать, например, в фотошопе и редактировать изображение в XYZ. Она не для этого. Основная задача этой модели, соответствующего ей цветового пространства, это описать границы восприятия человеком цвета. Это эталонная модель, остальные с ней сравниваются. Именно на цветовом пространстве XYZ мы и рисовали все другие цветовые пространства. Больше его может быть, но нет смысла, так как цвета вне этого пространства для человека невидимы. Меньше, ну значит мы выпускаем часть видимого диапазона. Эта модель появилась еще в 1931 году и в компьютере ее место занимает описанный ранее Lab. А почему было не обойтись такой устоявшейся за годы моделью и зачем понадобилось что-то изобретать? Оказалось, что модель хоть и эталонная, но не очень удобная для практического вычисления цветов. Она имеет неравномерное изменение цвета по периметру. Например, зажатую желтую область и растянутую зеленую. Тем не менее, если вы откроете описание любой цветовой модели, то там приводится формула пересчета цветов именно из XYZ, как эталонной модели человеческого зрения. Это не единственная модель такого рода. Например, существовала модель LMS по названию диапазонов, в которых воспринимают цвет колбочки. Длинные, средние и короткие волны видимого спектра. Но используется именно XYZ, в которой координаты опираются также на спектральную чувствительность колбочек L, M и S типа. В заключение взглянем еще раз на цветовой охват. Теперь мы знакомы со всеми этими кривыми и даже с некоторыми другими. На следующем шаге попробуйте сопоставить названия и кривые.